Поедем мы в гости со Стасиком. Что у тебя сегодня с настроением? Хорошее настроение, такое стрессовое настроение, переживаю. Ну, плюс погода меняется. Плюс погода меняется, плюс в меня, вот тут знаете, как тревога, тревога. Планетическая атака у меня, переживаю. Кто хочет лягнуть в лекаре, кто не хочет лягнуть в лекаре. Знаете, то я первенький. Потому что ты не отошел. Да, то я первенький маленький помещение, тут бас маленький помещение, в уївлях, в уївлях, не походить в хату, короче. А в лекарню по коридору можешь походить туда-сюда, а до дома такие маленькие помещения, не походишь ничем. У меня зато и стресс. У нас еще снег держится, снег держится еще. Едем, едем, едем. Едем, 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 едем. Ой, доехали, доехали. Там же холодно. Да я в пальто могу на лавочке сидеть. Приехали в гости, да к своим друзьям. Тут уже пройти надо. Ну, и вот такие дела. Покажи он ей. Замерз? Холодно. Не холодно. Я оделся, как капуста. Не знаю, что я оделся, как капуста. Пиши, что я оделся, как капуста. Я привык, чтобы не холодно. Да я бы не сказала, что ты сильно одета, и курточка не толстая. У меня теплые штаны, и пидштаники. У майка, две кофты, и куртка, и шапка теплая. Хотя сегодня не так холодно, слава Богу, как раньше. Плюс 2 градуса сегодня. А с полюдилка дожди пойдут. С запрешнего дня. Зато сегодня дожди и до пятницы. Так что тоже дожди. Это хорошо, как бы я был в лекарне, я в дождь эти не чувствовал. Кстати, представляешь, Стас, из совести пишут, Что у меня не красивая сумка, прикинь. Да ты шо. Эта сумка какая дорогая, эта сумка. Как бы они знали ценность этой сумки. Написали 20 евро. Нет, такая сумка не 20 евро. Ну я же говорю, люди же в своем репертуаре. Такая сумка не 20 евро, ребята. Такая сумка стоит в три раза больше. Ну они себе такую сумочку не позволят. Только красивая какая, может себе купить такую сумку. Хотя я опережно ношу, и она у меня прослушает долго. Так, сейчас камеру переверну. Всем добрый день. Добрый день, мои добрые, замечательные зрители. Ахей, Тересто. Фу-фу-фу на вас. Так, не будем о плохом, будем о хорошем. Настроение сегодня офигенное. Ой, идем к друзьям, идем в гости. С утра только, сейчас сколько у нас? У нас пол 11 где-то примерно утра. Идем в гости, воскресенье сегодня. С утра только кофеек попила, выпила кофе. И поела мандаринки. Ничего не ела. Но я вообще, я ем, можно сказать, очень-очень мало. Я не ем, как вы, может вы едите по 3, по 4, по 5 раз в день. Я ем 1-2 раза в день. Без перекусов, без ничего. Так что, за мою фигуру вы не переживайте. Фигура у меня то, что надо. Я своей фигурой то, вольная. А то есть у меня на канале любители. Что переживают за фигуру. Да, за фигурку мою переживают. Я как тюрьмовочка. Ой. Так, воротник у меня чистый, так что в герню не пишите. Ой. Не знаю, вот это, вот это потепление пойдет. У меня будет стресс. Будет стресс. Ой, да. Сегодня тоже такой воздух, как сырой, сыроватый. Нету такого морозца. Что хочу сказать. И тут сейчас мы идем в гости. Нас пригласили. Не то, что там как в гости, как надо дела решить. Дела, документы. Низу моей прекрасной сумочки находятся бумаги. Низу документы. Почему людей нет? Почему нет людей на улице? Ответ очевиден. Потому что я в людных местах видео не снимаю. Так как это законам противоречие. Закону противоречие. Законом запрещено. Ну да. Так что людей, как бы вы ни хотели. Я, конечно, понимаю, почему вы хотите, чтобы я людные места снимала. Но у вас это не получится. О, тут корка прямо. Тут прямо корка. Дорога вся во льду. Сейчас я вам немного сниму. Покажу сейчас вам. Вот такой лед. По льду идем. Гололед скользко. Не посыпано. Не знаю. Главное, главное не свалиться. Он с закона Рошкиной шагает. Топает. Я быстро идти не могу. Потому что травму получить я не собираюсь. Так. Стас, а ну же давай шлагпаум тут поднимай. Шлагпаум поднимай тут. Идет принцесса. На ключ. Ага, на ключ. Ага, для красивой женщины и открыть. Господи. Тут сейчас коттеджный этот, начинается район. Это не Сиола. Это тачный кооператив. О, чуть не упал. Видите? Тачный кооператив. И вон там. И тут коттеджи. И там дом. Находится моих трусей. Это, кстати, не окраина Берлина. Но кто Берлин знает, это ближе к аэропорту. Ну, не очень близко. Ну, в том, в том районе. Только там, где? Вот и лагерь. Нет. Это совершенно другой конец. А это действующий аэропорт новый. Так что вот так. Ой, были в гостях. Все сделали. Главную работу сделали. Два часа посидели. Чай. Чай выпили с тортиком. Они, кстати, кофе не пьют. Только чай. Ой. Бо я уже на этом. Да, там перевод тоже надо было сделать. И пришла мне карточка. Проездная, пластиковая. Кая не пришла, потому что она уже не в джок-центре. Слава Богу. Джок-центр с меня требуют. И что, это какие-то там документы, чтобы я отправила. Ну, для того, что... Потому что мой супруг у них числится. Я не знаю, ему урешут сильно, не урешут. Посмотрим. Казалось, что... Около 469 я буду получать. Ну да, не урешут. Там так написано. 469. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ой. Скорее бы все закончилось. Скорее бы отсюда уехать. Уже надоели эти документы, эти... Тонна этих бумаг. Ой. Что соработаешь, то и оставишь. Можно так сказать. Не знаю. Работаю, работаю, устаю. Долгу нету, долгу нету. Потому что все забирают. Но я все равно не расстраиваюсь. Есть надежда, что в этом году получится уехать наконец-то. Надежда есть. Тут, видите, тачный поселок. Ну, не поселок, а этот район. Так что, я думаю, кто в Берлине место узнает. Не тачный, а коттеджный. Да. Так, сегодня у нас 21 января. С декабрем уже не путаю. Сейчас на транспорт идем. Кстати, в этом районе один общественный туалет есть. Вон. Это он. Сейчас проверим. Он закрытый или же открытый. Это, кстати, часть ФРГ. ФРГ бывшего. Ну, Берлин, он был расстеленный. Берлин был расстеленный. Сейчас, когда стена берлинская рухнула, его соединили. Кстати, через Берлин протекает река Шпре. И по ней, вроде, даже эти судна ходят в Польшу. По этой реке она больше. Больше, по-моему. Ты, кстати, в туалет хочешь? Да, в туалет. Ну, он может и закрытый быть, но может и открытый. Я не знаю. Ой, крыша снега. А ну, проверь. А, замок висит. Вот сейчас покажу, чтобы... Они же пишут, что туалета в городе полно. Вот, можете посмотреть. Висит замочек. Я думаю, вы его видите. Туалет закрытый. Вот. Так что сказочники, кто сочиняет сказки, что в Берлине много туалетов, они все, если даже есть туалет общественный, они все под замком. Они стоят для галочки. Ну, галочку поставили, что туалет есть. И все на этом. Это плага. У меня организм... Я вообще, я такая, я крепкая. Я всегда терплю. А есть люди, которые, ну, вот, вышли, им туалет надо. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. У меня что-то... Такое ощущение, как будто бы на пятку камень тает. Наверное, вот этот гравий здоровый, он и попал. Шабенка вот это. В ботинок, наверное, попал. Ой. Отлично, отлично. Довольные сходили. Довольные. Это, наверное, мы от них вышли, а там посыпано, что, наверное, вот это и попало. Стас, пишет впереди паровоз. Надо же, конечно. Уже хочет кушать, наверное. Стасик хорошо сегодня посавтракал. Суп поел, да, суп. Какой суп? Как называется? Суп с нет. Суп с проколи, овощной. Он попросил легкий суп сварить. Короче, сварила картофель, проколи, подшарочку, бассировочку, морковочку, там, лучок. Все проварила. И все вкусно. Все вкусное. Так. Мы уже выходим. Тут главное дорогу, тут нету перехода. Нам надо, пока машин нет, перейти. Он летит, летит, куда ты летишь? Нам надо перейти дорогу. Все. Сегодня, кстати, на удивление, ни машин, ни людей много нету в городе. Так. Нам сейчас автобус нужен. Нам нужен автобус. Предложили нас подвезти на машине. Я говорю, не надо, отдыхайте. У них выходной сегодня. Говорю, отдыхайте. Мы на транспорте доберемся. Сегодня воскресенье. У меня времени свободного много сегодня. Так что, кто-то собачку потерял. А, кошечку, кошечку. Вот, можете посмотреть. Кто-то. Или продают. Не знаю, переводить не перевело. Так. Вот, как-то так. Какая еще зима. Последние дни морозные. Хорошо. Не знаю, может, в феврале будут уже морозы, заморозки и снег. Я не знаю. Отлично. Он уже на остановке. Я еще иду. Он уже на остановке. Кстати, что хочу вам сказать. Что хочу сказать. Сейчас я вам покажу и расскажу. Автобуса пока не видно. Вот, в общем, смотрите. На остановках такие графики есть. Тут, короче, указано. Тут маршрут указан и график указан. Ну, это будний день. Ну, короче, вот это выходные дни. Это воскресенье. И никогда график никогда график не соответствует реальному. Ну, по этому графику я заметила ни в субботу, ни в воскресенье. По этому графику транспорт не приезжает. Автобус. Тут тепла нет. Тут только такой ну, такой такой график. И никак-то он не соответствует. Так что будем ждать. Будем ждать. Вышло, вышло и что-то в ногу колет. Что-то колет в ногу. Наверное, что-то попало. Так что вот так. Ой. А ты что там? Стас. Ходит, ходит, мантреляет. Ну, честно, иногда на нервы действуют. Стас. Ну, вот я стою спокойно. Чего ты ходишь? Ой. Такая натура. Вот. Такая у него натура. Так, может, я еще подключусь. Окна грязные, ничего не видно. И этим мешатом... что-то пип копил. Так нам открывал Немцы лютые в Киеве, кстати Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем отличной недели Казик играется Дорога, конечно, не очень хорошая Трясет во всю Трясет во всю Воскресенье более-менее Дорога к свободе А так, будни пинты, какие пробки Какие пробки, а то лучшие